Всем привет! Спалил недавно вот этот вот транзистор-тестер Вот такой тестер компонентов Подключил электролитический конденсатор, стал проверять И всё, и после этого он уже не включался Видимо, конденсатор был заряжен А конденсаторы электролитические надо разряжать Вот тут даже на корпусе об этом написано Поискал на форумах, там нашёл схему этого прибора Проверить нужно вот эту вот диодную сборку Вот эту вот ДЗ-2 и вот этот вот диод ЗД-1 Вот этот вот проверить их надо Для этого их надо выпаять Ну я выпаял, и вот этот вот оказался исправным А вот эта вот диодная сборка защитная испорчена, пробита Ну там было ещё написано Попробовать включить без диодной сборки Попробовал включить, он включился И на экране значок элемента питания, написано Cell И постоянное напряжение какое-то И вот так всё время Ну это говорит о том, что микроконтроллер вот этот вот От Мега-324 сгорел В общем, заказал я на Алиэкспрессе микроконтроллер вот этот Вот эту диодную сборку Ну вот, микроконтроллер один А диодная сборка там сразу вот несколько штук вот В общем, заменил их И диодную сборочку вот эту заменил И микроконтроллер уже заменил То есть тут уже всё нормальное, новое Теперь осталось то, как прошить Для начала надо припаять вот сюда вот такие проводочки Ну вот удобно мне вот такие проводки Припаять сюда вот эти вот шесть контактов Вот сейчас припаяю сюда и попробую прошить Вот таким вот программатором Тоже всё на Алиэкспрессе заказал для этого Вот программатор ASP Вот ещё тут такая вот Разъёмчик такой, как раз тоже шесть контактов Вот то, что нам надо И вот здесь вот сейчас вот эти припаяю Сюда подключу и попробуем прошить Так, сейчас буду припаять Ставлю на паузу пока Так, в общем, я припаял Ну, флюс я это, канифоль не стал отмывать Так как это всё обратно придётся выпаивать Это временно Так, вот, кстати, сейчас покажу схему Так, я покажу все сайты, которые нужны Всё будет в описании Так, схема Вот схема Сейчас я покажу, где вот эти вот Диоды защитные Вот Вот это вот, это вот защитный вот этот стабилитрон Вот этот А вот это вот, это диодная сборка Вот она Вот так вот она выглядит Её нужно прозванивать Вот каждый вот диод из них Нужно прозвонить И будет тогда ясно, что он пробит Вот Ну и теперь вот здесь вот смотрим Вот этот вот коннектор для программирования Вот он Вот как он на плате Мы можем последить вот по дорожкам Чё куда идёт И в соответствии с этим соединить Ну вот нам подсказывает полигон земляной Вот, минусовой Вот он Вот он подключен к минусу Вот этот контакт И здесь он у нас Вот этот вот большой полигон Вот он Вот это вот всё Вот это Всё вот это вот Вот это вот он Это земля у нас Вот Ну вот я сюда припаял чёрный проводок Вот он С обоих сторон видно, что он подсоединён к общему проводу Противоположный от него это плюс Вот я красный проводок туда припаял Ну и вот Теперь вот здесь вот На этом программаторе мы можем Вставить всё куда надо Там вот чёрный у меня Это минус Вот это вот белый Который между чёрным и красным Это у нас И сюда идёт тоже Между чёрным и красным Это у нас Моси Вот сюда вот так вот Здесь у нас всё подписано Вот И красный это плюс Так, теперь здесь вот Тот, который над чёрным я припаял серый Над чёрным это серый И значит его вот сюда вот Это у нас ресет РСТ Теперь Теперь остаётся у нас синий и зелёный Так, зелёный это у нас крайний А синий это посередине Вот так вот Синий Это Сюда Вот А зелёный крайний вот сюда вот Ну вот, всё мы соединили В соответствии как положено Теперь надо нам взять И подключить компьютер Короче, вот я сейчас уже Пытался тут Устанавливать этот Драйвера Для этого программатора Запускать эту программу В общем, не так-то всё просто Оказалось Вот тут Есть сайты Ссылки на которые Я оставлю под описанием Вот Там и схема Вот Прошивка Для этого Тестера Вот 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 здесь вот Файлы для скачивания Вот сюда вот нажимаете И загрузится у вас папка Я уже её скачал Вот она Вот Вот такая вот папка Загрузится Архив Вот Заходите в него Здесь вот есть схема Потом Фирмар Это вот прошивка Нажимаете фирмар И вот здесь вот Оригинал Папка Оригинал И вот здесь вот Ещё один архив И вот здесь вот Четыре файла Фьюзы Вот Потом Файл Гекс Вот это и есть прошивочка Ну и вот здесь Ридми можно прочитать Что написано Вот CPU от Mega324PA Кварцевый резонатор 16 МГц Написано Ну в общем Вот эти два файла Надо взять И с фьюзами Вот сюда вот Его перенести На рабочий стол И вот это Гекс файл Тоже сюда Саму прошивку Сейчас они нам понадобятся Вот Прошивать Это программа АВР Дуди Вот сайт Ссылку на него будет Как её установить Как скачать В общем Всё тут есть Где её скачать Ну вот Я вот тут Её скачал Вот здесь Драйвера Для программатора Для этого Вот Очень важно Устанавливать Этот драйвер Вот точно так же Как написано На этом сайте Один к одному Потому что Я вначале Скачал Вот этот вот Драйвер Вот USB-USP Вот Распаковал сюда Здесь есть Этот установочный файл Я его нажал Подумал Что всё установилось На самом деле Ничего не установилось Ничего не работало Писало Писало мне Что какого-то файла DLL не хватает Вот здесь вот Есть такой файл Readme Открыл его Здесь что-то написано Нужно DLL Изменить имя Засунуть в одну папку Потом ещё Какой-то файл Вот здесь вот Файл SIS Засунуть В другую папку Попробовал Вручную их засунуть туда В эти папки В Windows Уже Перестало писать Что DLL Не хватает Но всё равно Ничего не работало Не видел он Программатор И потом В конце концов Я взял Открыл Вот этот вот сайт И сделал Вот в точности Как вот здесь вот написано Через диспетчер устройств Вот Ну короче Тут всё пошагово написано Вот И только тогда У меня Он установился Нормально Вот Да кстати Вот AVRDUDI Вот этот вот Сайт как раз тоже Открывается Тут ссылка на него есть Теперь Нам надо посмотреть На вот этот вот файл С фьюзами Здесь всё написано Какие фьюзы Должны быть Здесь ничего не отмечено Как видим И написано Внимание Биты с инверсией PonyProg То есть нам нужно В программе Вот этой AVRDUDIProg Сделать биты с инверсией И все галочки убрать Всё что есть Вот Ну давайте попробуем Прошить Итак Вот эта программа AVRDUDIProg Запускаю её Вот здесь вот Все фьюзы Галочки убраны Вот здесь вот Вот здесь вот это вот Инвертит Отмечено Во вкладке фьюзы Всё убрал Сделал так же Как вот на этой картинке Вот Один к одному Так Вставляю в USB Вот так вот Вставляем Вот у нас засветился экран Значит питание подаётся Так Теперь Вот здесь вот выбираем Ну вот это вот USB ASP Speed Def Вот это вот самое верхнее Пусть оно и будет Вот здесь вот выбираем Процессор От Mega 324 PA Так Сейчас Запрограммируем Прошивку Берём Файл Вот здесь вот он у нас Выбираем файл Вот компонент Tester Gex Вот он у нас Выбираем Вот И теперь Программировать Вот процесс идёт Вот Программируется Вот Вот окей Запрограммировалось Теперь берём Вот так вот Вкладка Fuse Вот здесь вот О кстати смотрите Что показывает Уже что-то показывает Но это ещё не всё Оно вот так вот не работает Вот так вот показывает И всё Но больше ничего не происходит Ещё не работает Потому что Fuse Мы ещё не запрограммировали Нужно отдельно Запрограммировать Fuse Теперь Вот Зашли на вкладку Fuse Всё сделали Как на той картинке Вот Вот 3F 3F DF DF FF 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 Всё Один к одному И теперь Программ Вот нажимаем Окей Во И смотрите Сразу Вот здесь вот Что-то появилось Какой-то диод Зеннер Ладно Сейчас попробуем Отключаем Так Вот я подключил К аккумулятору К его Сейчас Вот как положено И смотрим Вот Неизвестно Или ничего нет То есть Он заработал Кстати Вот видим Что вот здесь Вот справа И внизу Вот какие-то Пиксели Вот Видимо Немного Прошивочка Не совпадает Вот с этим Индикатором Но всё же Работает Да Давайте сейчас Попробуем Что-нибудь Замерить Ну-ка Вот К примеру Транзистор Что-ли Какой-то Вот И посмотрим Что будет О Правильно Транзистор Короче Всё работает Теперь его Ещё нужно Откалибровать Замкнуть Первый Второй С третьим Но это я уже Сделаю потом Когда соберу его В корпус Сейчас Отпаяю Вот это Вот то что я Припаял здесь И в общем Вот так вот Да Ещё что я хотел Сказать Чуть Чуть не забыл Вот здесь Вот на программаторе Джампер Нужно поставить Вот сюда Вот Вот 5 вольт Нам нужно Джампер Вот сюда Вот поставить Ссылка на программатор Там На всё Что надо На микроконтроллер На диодную сборку Оставлю всё под видео И также ссылки На все сайты Необходимые Оставлю под видео Всем пока